всех приветствую друзья вы на канале майоров мы продолжаем выживать в сибири прошлая серия закончилась тем что дмитрия ранили он побежал за ренегатом убил его свидетелей больше нет я надеюсь но они ренегаты ближе и ближе да они у нас уже окружили вот в чем проблема там дмитрий получил ранение это надо как-то его залатать будет мы сейчас посмотрим что у нас есть так медикамента бинт нам нужен дам бинт можем сделать с тряпки создаем так дмитрий перевязать рану бинт хорошо давай этого недостаточно дмитрий возвращаемся так чё тут перевязать раны а вот она чё надо было перевязать раны холст ну блин смотрите сколько может его можно на тряпки порезать мы сейчас посмотрим тряпки до холст нужно на тряпки порезать зачем нам рисковать до целым холстом если можно из холста сделать несколько тряпок давай сам себе сделаешь целых шесть штук можно повязать придумать почему-то а ты наверное за раны да это конечно поспешил это он за раны потратил два действия получается или у него всего два было по моему три было было три по моему так ладно перевязка раны хорошо вода есть и тряпка будет давай братом так уже хорошо теперь сломанная винтовка сломанная винтовка у нас две винтовки дмитрию оденем еще одежду мы по нашли на солидная одежда хорошо так ему еще надо будет отдохнуть с едой как обычно беда да еще раз смотрим по карте они нас окружили возможно средний риск на как бы нам винтовку сделать это возможно вообще ага так это мастерскую улыбку улучшенную мы уже сделали теперь посмотрим на оружие вот винтовка для этого нам нужен лом где же нам лом достать смотрим карту ну как бы есть вариант вот сюда вот ну да но тут с двух сторон ренегат и не знаю не знаю не знаю давай попробуем деда туда послать нам и серегу отправить экспедицию вадим и сергей вперед возможно даже стоит ножик дать а этому лук и стрелы на всякий случай отправить сюда а я все ясно опять перестрелки блин плохо обстрелять их из лука вообще бессмысленно у них огнестрела у нас палки какие-то бегите к деревьям блин может быть я и зря это сделал нам нам возможно зря блин ладно придется перебиться эту ночь как-то этот день ночь всему уменьшим еще затушим костер полностью так чё у нас из еды осталось вообще практически ничего нам что мы можем сделать по воде каждому по водичке по еде жир ну давай дед ты будешь есть жир 1 нам и дмитрий придется тебе так ты мария и и и и и и наверно уже деда еще накормить давайте еще накормим деда хорошо жир видите не такой такие токсичные как допустим жуки даже к много ешь живот начинают болеть так чё у нас тут еще есть трава два жука так но это серега по тебе так сигаретку покури хорошо сигаретка закончилась то знаю шоу рчит нечего есть братан чё сделаешь то придется померзнуть ребятки а может быть ренегаты отступят а вот еще чего хотел точно можно же посмотреть дичь мышь капкан сделали мы сейчас поедим нормально и и давай ничего зашибись так а тут нужно даже что-то установили на с дедом вместе на давайте попробуем уменьшает видимость это сто процентов надо это сто процентов надо тут 12 ай-яй-яй-яй хвоя до где же нам найти эту хвою знаю может попробовать отправить еще серёгу рискнуть на одного только смертельная тут средний средняя опасность но не с двух сторон блин может от уйти дальше от них допустим вот сюда ну да как вариант чтоб не искать здесь и просто вернуться в лагерь так как у данном для хвои чё нам надо куда идти вот сюда аж можно на серёге два действия ну рискнем серёгой тогда рискнем серёгой возьмем ему еще что возьмем на всякий случай лук и стрелы нож но это так я не знаю просто цель наша найти побольше хвои отправить это раз кто-то может подумать что среди белых деревьев только тишина и покой ритмичный скрип снега под вашими ногами может привести кого-то другого в бодрое может быть даже веселое настроение кто-то мог бы насладиться моментами проведенными вдали от давления и негодования царящих в лагере однако не ты ты очень хорошо знаешь что в окрестностях все время бродят ренегаты которые пустили поезд под откос и добили выживших если они найдут ваш лагерь ничто не помешает им совершить очередную бойню а твои следы отлично видны на свежем снегу эти мысли не дают тебе покоя зачем отдаляться от лагеря если в таком случае мясники могут легко найти в взять себя в руки это может кстати читали с вами так здесь у нас даже тогда можно с мясом прикидываем вариант укромные места тайги тихие и непроницаемые для взгляда но вы продираетесь сквозь мрачную чащу потому что обнаружили следы какого-то одинокого заблудившегося животного вам кажется что пройти дальше будет легче но и здесь кусты и молодые деревья сплетенные вместе преграждают дорогу проклиная вы срываете царапающие ветви и замечаете хищника совсем недалеко от вас лежит рысь или маньчжурская пантера кошка лениво лежит на животе задние ноги поджаты под себя она обращена к вам спиной поэтому вы не можете видеть если она что-то или может быть дремлет из лука попробовать застрелить ну такое большое животное давайте попробуем стрела вонзилась глухо отколов кусок коры вот террас вы приближаетесь к предполагаемой рыси и под другим углом она оказывается всего лишь замороженным пнем это чертова тайга уже вызывает галлюцинации ну да ну ладно кара хотя бы вот тут будет интереснее на у нас одно очко так давайте сюда наверное не будем гоняться за животными у нас одно очко действия всего лишь хотя тут ягоды можно поймать да ну взять ягоды насобирать ай-яй-яй человек не доверяет обманчивому молчанию тайги подкрадывающийся зверь не сломает ветку не наступит лапой на сухой кусок мха не опрокинет камень в тишине может скрываться буквально все только когда тишина пройдет странник осознает к какой опасности он должен подготовиться внезапно издалека доносится волчий скулеж вскоре он сопровождается другим этого только не хватало стая волков захватила долину отделяющую вас от лагеря они далеко но кто знает не унюхают ли они тебя они на возвращаться вы делаете большущий крюк но быстрый шаг по крайней мере позволяет вам сохранить тепло и бодрость незадолго до темноты вы добираетесь до лагеря здесь больше не слышно воя может быть волки покинули долину на такой себе охотник получился так ладно вернемся устал кто у нас еще по усталости мария подождет дмитрий дмитрий 29 баллов а и эдварда так а он у нас еще будет делать у нас фильтровать воду без огня никогда или можно можно каким-то образом ли это на огонь не влияет скорее всего да допустим вечно он недовольный какой-то чё с ним не так боевой дух упал так мария ученым может приготовить может она все таки может что-то приготовить то чай может приготовить варить 10 огня ладно сейчас мы подожжем так 10 огня и мария чайка сейчас нам приготовит травяной чай чё еще можно сделать вкусный суп на три порции видите оказаться на из говна и палок может еще суп и готовить давай кто у нас тут давай ты самый голодный ладно пока достаточно теперь и на фильтрую воды хочу делать еще до давай на буду так сказать и ты по воде марии можно напоить чтобы она очко действия не тратила за ночь так теперь тушим костер положим серёгу и на англичанину на отдых все попробуем закончена что из этого выйдет нам бы хотя бы чтобы на клеточку или на греника то отошли от лагеря было бы хорошо может ли сибирь удивить нас чем-нибудь еще да может стол за которым вы работаете был плохо закреплен и когда ночные заморозки сковали почву вся мастерская начала опасно соскальзывать в соседние ущелье вы спешите чтобы спасти ее ну и тяжесть вы страшно устали стабилизируя конструкцию понятно так чему война и мир да давайте послушаем интересно что сейчас происходит в столице когда я уезжал петроградцем было уже достаточно этих мягких конформистов из временного правительства ради бога ты можешь говорить о чем-нибудь кроме политики я конечно не хвастаюсь своими военными заслугами так ссориться не будем если мне случается рассказывать что-то о войне это только для того чтобы поднять дух нашей команды моя личность в этих историях несущественно имеет значение только мораль о человеческой находчивости и решимости капитан говорит так как будто он любит войну война может быть ужасной но без нее человечество разлагается уже гомер понял что только испытание жизнью и смертью выявляет лучшее в человеке господин капитан действительно необычайно красноречив если уклад парламентской республики приживется в россии я предсказываю вам политическую карьеру я не люблю пустую болтовню политика это жертва для нации они пустые разговоры но я понимаю что для вас более удобно жертвовать собой быстро умирая на войне чем до поздней старости разрабатывать реформы повышать образование нации и приводить в движение экономику элегии о таких людях как вы поднимают боевой дух действия таких как я наполняют животы и возводят крыши над головой сами решите что важнее так это мы послушали подслушанный разговор вы упомянули что подслушали разговор этих мясников что вы узнали прежде всего кто-то еще пережил катастрофу ренегаты пытались разыскать двух человек если мы сможем найти этих выживших они определенно будут хорошими союзниками мы должны как-то их предупредить это нехорошо что бандиты знают что кто-то выжил но в этих условиях фактически каждый союзник будет на вес золота к сожалению они решили патрулировать обломки в течение нескольких дней они боятся что их могут повесить если кто-то их узнают они будут ликвидировать свидетелей если они боятся быть узнанными значит они могут быть местными если они хотели удрать куда-то далеко с добычей то плевать бы хотели на свидетелей ты знаешь что-нибудь об их количестве трое или более разговаривали у поезда но из разговора следовало что есть еще и вторая группа их возглавляет кто-то кого зовут егор они произносили это имя со страхом они сказали что егор находится у какого-то перевала но когда он вернется он будет в ярости что кто-то выжил перевал знаешь где к сожалению нет но если я правильно понимаю они находятся в основном к югу от путей они жаловались что не хотят отмораживать уши в лесу и у реки это ценная информация молодец так сутки закончились мы узнали за его ром возможного предварить предводителя ренегатов ух ты отлично смотрите как у всех потребало солнце спрятанные за высокими горами на мгновение засияет во всем блеске и начнет короткий сибирский день однако кто-то из вас уже на ногах и работает звуки возни потрескивание прилаживаемых палок и шуршание укладываемой хвои наконец будет остальных в лагере вадим что ты делаешь что постель была неудобной спрашиваете вы когда бородач поправляет крепление крыши шалаша да нет я решил показать на что способен передовик труда в течение дня нам приходится тратить время на сбор валежника и фильтрацию воды поэтому все наши конструкции создаются в спешке и едва держится я собрал немного хвои и уплотнил ею место крепления и щелестую крышу в вечном поединке с природой и злой судьбой российский пролетарий не сдается красава так что-то он тут укрепил на улучшил так ренегаты все еще бродяна но зато нам открылась местность вот смотрите вообще отлично туда грибы можно собрать в общем в эту сторону можно пойти и кстати с этой стороны может быть и петруша вот в чем вопрос нам сможем ли мы его найти так инструменты снегоступа палки нужны мы отправим туда наверное кого дмитрия до дмитрий уже нормально себя чувствуя на и и деда можно отправить на дмитрия деда так а серега 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 палки нужны на палки палки откуда взять из веток да вот так вот серый давай сделали теперь снегоступы пойдет хорошо пока достаточно так англичанин ищет добычу или чё тут может это не хватает шнурка на но все равно пусть ищет так давай ничего нам опять ничего плохо ладно все отправить экспедицию мы решили поделились так лук стрелы деду снегоступы и нож отправить поехали да такое себе так боеприпасы лом ветки корешки всякое такое петруша где-то в этих районах должен быть да такое сюда еще минус на 6 слома хорошо тут опасно на низкая давайте снах мед и до сигареты придется возвратиться да хвои я так и не нашел возвращаемся так еще это сейчас отправим отправим мы серёгу и англичанина давай давай ничего хвоя нужно всем хорошо возвращаемся так теперь оружие винтовка есть нет шнурка можно сделать шнурок шнурок можно не ищу вот беда ладно хорошо значит здесь улучшение маскировка опять шнурка нету поспешил я с этими снегоступами нам мед так мы по еще померзнем наверно этот день по усталости нам давайте потратим мед есть и серый отдых вадим и сергей пусть отдыхают посмотрим что мы можем приготовить так 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 яиц нету ягод нету травяной чай ничего суп из мухоморов такое себе удовольствие мяса нету ничего нету замечательно ну блин так хочу может здесь что-то улучшить можно а не улучшишь они отдыхают может отменить теперь улучшить да все нужно ткань на все да тряпки 6 а у меня 5 всего лишь плохо ладно отдыхайте так отдыхают дальше водичку мы будем воду фильтровать хоть с водой проблем не будет может с кем-то подружиться да давайте попробуем ух ты ух ты неплохо воду можно продавать уже блин блин ну видите из-за ренегатов мы толком не сможем куда-то сходить что они слабые какие-то все эти ребятки наши так ладно тушим костер и заканчиваем заканчиваем день такая такая серия получилась толком ничего не сделали ничего зато живо сегодняшняя сибирская погода была исключительно милостивой облака куда-то исчезли сосульки блестели на солнце деревья едва шумели под редкими порывами ветра однако вечером на северном небе вы видите плотные темно-серые облака все птицы в один момент замолкают и неожиданно срываются с деревьев чтобы улететь на юг это плохой знак похоже ночью придет плохая погода неужели с северных степей приближается буран пурга идет а казалось бы хуже уже не будет вы говорите об этой тучи на горизонте вот именно я чувствую ломоту в костях вероятно будет вьюга о это необычная метель с которой мы сталкивались здесь несколько раз с севера идет ветер который называют буран он разгоняется над пустой тундрой а в тайге разбивается о деревья и бушует вьюга продлится несколько дней несколько дней просто отлично что мы будем делать я думаю что мы ничего не можем сделать буран приходит неожиданно и метель буквально пожирает то с чем сталкивается местные жители зловещи называют ее пурга когда она длится нужно запереться в хижине и съежиться у изразцовой печи у нас нет хижины или печи так что нас поглотит нет шансов что пройдет стороной да ладно я просто дразнюсь подует посыплет и все закончится над тайгой ветер дует не так сильно как над степями серега вечно шутится так давайте вот это только посмотрите на эти звезды я вижу большую медведицу или как говорят жители этих регионов большого северного оленя о вы знаете обычаи окружающих народов это здорово наш шанс на спасение намного возрос пожалуйста простите меня но вы не похожи на профессора этнологии это не так я не исследователь первобытных народов хотя я немного путешествовал по сибири я просто разбираюсь в звездах это со времен учебы вы астроном это тоже отличная новость когда мы двинемся к цивилизации ваши знания помогут определить наше местоположение нет я на самом деле не закончил учебу на этой специальности предвосхищая вопрос так же как медицину философию и экономику кто платил за вашу учебу как ваша семья отреагировала на такой беззаботный подход к жизни что вы вообще делали в университете я развивался я впитывал знания о мире но прежде всего о людях общение с таким большим количеством непредвзятых людей показало мне насколько серьезными являются проблемы в нашем обществе ничего хорошего в этих университетах нет одни подрывные идеи и будущие убийцы вроде тех с которыми мы имели несчастье встретиться университет это кузница ума место где разные классы и национальности встречаются без оков суеверия и этикета меня отчислили с четырех факультетов но я обязан этим неудачам больше чем иным успехом но вы хотя бы можете определить стороны света по расположению звезд да но этому меня научил мой дядя моряк так заканчиваем сутки пятнадцатый день закончился мы еще живы также закончим эту серию всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк комментарии всем спасибо счастливо